Привет! Давай покажу, как нужно правильно делать станную тягу. И наша сегодня тренировка будет посвящена именно ей. Итак, станную тягу является базовым упражнением, то есть это главное упражнение, которое развивает все группы мышц одновременно. Это многосуставное упражнение, то, что любит кроссфит. То есть в этом упражнении задействовано большое количество мышц, групп мышц. И многосуставное говорит о том, что мы не делаем изолированные упражнения. Это такие, как концентрированные подъемы на сгибание, разгибание концентрированное. А здесь у нас включено и сгибание, и сгибание, и все что угодно. Так вот. Становная тяга. В английском варианте называется дэдлифт. Смертельная тяга. Исходное положение. Мы рассмотрим тягу классический вариант. Не сумо, как это многие делают в фаурлифтинге. И ассоциируют, в принципе, тягу сумо с фаурлифтингом. А в кроссфит выполняют классическим стилем, точно так же, как на тренировках по тяжелой атлетике. Итак, исходное положение. Ноги на ширине бедер, носочки слегка развернуты. Вы должны плотно стоять на ногах, для того, чтобы перемещать посторонний объект по своей оси. Необходимо встать достаточно близко, но не настолько близко, чтобы голенью задевать штангу. Пока встаньте так, как вам удобно. Потому что здесь еще влияет на то, насколько вы гибкие. Хват чуть шире бедер. Хват должен быть такой, чтобы во время подъема штанги ваши руки и бедра не пересекались. То есть... Во время движения руки не пересекаются с бедрами. Не так. Теперь про старт. Стартовое положение. Перед самым началом подъема мы берем штангу. А штангу можно брать в замок. Сначала большой палец охватывает гриф, потом закрывается. Можно взять обычным хватом, можно взять разноохватом. Это как клюшку в игре хоккей. Ну, пока бед с малой мы берем обычным хватом. С этого положения. Смотрите. Как располагается голень. Вот. Она, в принципе, в стартовом положении штанга на толщину пальца, наверное, от голени. Это для того, чтобы мы не отводили штангу далеко от себя и не создавали так называемый плохой рычаг, который создает дополнительное сопротивление и баланс. То есть, сбой баланса. Мы должны вести как можно ближе к своей оси. Так будет легче. Положение спины. То есть, ну, остановимся близко достаточно. Положение спины. В стартовом положении не должно быть сутулости. Для того, чтобы поднять. А вы должны натянуть спину. Слегка подсесть. Не сильно сесть, как тяжело в атлетике. Таз слегка приподнять. Для того, чтобы равномерно распределить нагрузку между спиной и ногами. Вот. Стартовое положение. Дальше само движение. Движение следующее. На старте спина фиксирует положение свое стартовое и сохраняет до тех пор, пока штанга не дойдет до уровня колен. Здесь уже спина начинает включаться в динамическую работу. До этого у него работа статическая. Она как можно дольше держит тяжелый вес. Вся работа начинается ногами. За счет ног. Самое простое упражнение. Вы можете взять обычный гриф подняться. Штангу прижать к бедрам. С этого положения отвести таз назад. Опустить штангу до уровня колен. Спина прямая. Ноги слегка только шовнутые. С этого положения работаем спиной. Упрямляемся. Отпустили до колен. С этого положения спину зафиксировали. Отпускаем только ногами. Теперь только ногами встаем до уровня колен. И полный цикл. До уровня колен ногами. Дальше спина. Спина до уровня колен. Вниз ногами. В верхней точке, когда мы полностью упрямляемся, для того, чтобы зафиксировать вес, необходимо сжать ягодицы. Только в этом положении ваше тело обретет ровную стойку. Приготовились. Три, два, один. Порш. Отличие тяги становой от толчковой, рывковой в тяжелоатлетических тягах вся работа превращается на ноги. Для того, чтобы при подтяге штанги ближе к паху на всю работу на себя взяли ноги и мощное выпрямление ног. для последующего подрыва. Поэтому в этом случае необходимо корпус держать ровнее. То есть слегка подсесть. Ушли в ноги. И здесь мы вот поднимаемся. Дальше выполняем подрыв. Но этот толчковый нам пока не нужно. То есть я говорю об отличии положения спины. Дальше совсем согнутая спина. Это уже на тягах так называемых мертвых тягах на тягах на прямых ногах. Когда мы хотим прокачать заднюю поверхность бедра бицепс бедра сделать его более сильным массивным красивым выпирающимся ну и для того, чтобы ягодицы были более статистическое вида. Более округлые. А теперь тяга. Сегодня в задании тягу необходимо выполнить 70% на 3 и 80% 5 подходов на 3. На сегодняшний день я не знаю, что максимум. Поэтому спокойненько дойду до тяжелого веса на 3. Примерно оставлю в запасе еще килограмм 10 для подхода следующего. И прибавлю, посмотрю, если на 3 выполняю достаточно тяжело. Так что не смогу сделать 5. это будет являться 80% весом на сегодняшний день. Сейчас на штанге 40 килограмм. Начинаем навешивать. Сейчас было очень похоже на то, что здесь 70%. Почему я так решил? Потому что с этим весом я могу сделать 5-6 повторений. 7, наверное. Но не больше. Ну, где-то 70%. То есть, если я добавлю еще 20-ки, а здесь 140 будет 160. 160 я сделаю на 3. Это как раз будет 80%. Таким образом, мой максимум сейчас килограмм 200-205. Сегодня пробовать не буду. Сегодня только тренировка и работа с таким весом по ощущениям. поэтому будет тренировка где надо будет выйти на максимум. Кстати, посмотри, как я это сделал в прошлый раз на приседе. Натяги, наверное, будет так же. Ну, и там будет все видно. А пока пристреливаемся, потому что это одна из первых тренировок, поэтому работаем с этим весом. 160 субтитры Продолжение следует...